Сегодня в программе «Путь в Царство Божие». Не нужно ждать, чтобы начать думать о Господе. Он постоянно в наших мыслях. Вы на 100% чисты, если вы живёте изнутри. Давайте сегодня утром вместе со мной немного посмотрим в Первую книгу Царств, 16 глава. Я хочу, чтобы вы посмотрели в книгу Царств, 16 глава, где Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его». Господь смотрит не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Сегодня я хочу прочитать проповедь на тему «Жизнь изнутри». Когда Бог велел Самуилу помазать нового царя Израиля, Самуил пошёл к Иесею, у которого было семеро сыновей. Он привёл к нему самого старшего сына, Елиафа, и сказал, что этот сын обладает статью и красивой внешностью. В нём есть всё, что должно быть у правителя. Несомненно, именно он должен стать царём. Именно в тот момент произнёс свои слова провидец. Человек смотрит на внешность, но Бог смотрит на то, что внутри, на сердце. Он смотрит на наши души. В 103-м псалме, в 1-м стихе говорится, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя». Я хочу вас спросить, может ли всё, что внутри вас, прославлять Бога? Может ли всё, что внутри вас, возвеличить Бога? Есть ли в вас что-то то, что не превозносит его? Давид сказал, «Я достиг момента, когда могу благословить Господа всем, что есть во мне, потому что всё, что есть во мне, правильно в глазах Господа. Мой дух правилен. Моё сердце правильно. Сила моей любви правильно. Моё сознание правильно. Моя мораль правильно. Он сказал, что только моя внутренность восхваляет Бога так, как Ему угодно. Он не хочет внешнего, показного проявления. Он хочет восхваления, которое идёт от сердца. Восхваления, которое идёт из глубины души. Миссионерство может развиваться внешне, но чуждаться Иисусом внутри, что опасно. Это касается каждого из нас. Чем больше Бог благословляет вашу внешнюю сторону, тем более смирёнными вы должны быть внутренне. Чем больше Бог возвышает вас внутренне, чем больше Он использует вас, тем сильнее должно быть ваше внутреннее стремление к Нему. Стремление нуждаться в Нём. Получать благословение и честь и хвалу. И когда мы начинаем жить душой, жить изнутри, удивительные вещи начинают происходить. Всё, что происходит, это проявляется снаружи. Если Иисус внутри вас, то Он проявится и снаружи. Если горечь в вашей душе, то она будет и снаружи. Когда кто-то из нас простужается или заболевает, никому и в голову не придёт учить его вылечиться при помощи средства, вызывающего рвоту. Но когда у вас болит душа, это проявляется и снаружи. Иисус сказал, «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Мне нужно будет притворяться внешне, если что-то по-настоящему будет происходить внутри Меня. Молитва для Меня — это так же естественно, как потребность дышать, проявлять доброту, любить. Предполагается, что всё это должно быть внутри нас. Есть ли это у вас? И что проявляется у вас снаружи? Я размышлял о том, что это значит жить изнутри. Я попросил, чтобы мне дали футболку, и я вывернул её наизнанку. Сегодня я одел свои брюки и футболку наизнанку. Я настолько сильно хочу донести свою мысль до вас, что сижу и думаю, «Как мне это сделать?» И вот вы видите эту футболку, вывернутую наизнанку. И первое, что происходит в жизни, когда человек начинает жить изнутри, появляется вот такой ярлык. Вы его видите? Этот ярлык теперь снаружи. И ярлык означает «ваш талант и ваш дар». Вы видите, пока вы живёте без Бога, ваш талант и ваш дар остаётся нераскрытым. В 25 главе от Матфея Иисус говорит о талантах и предупреждает, что человек прячет свой талант. И самое худшее, что может случиться во всей вашей жизни, то, что ваш талант будет погребён в земле. Ваш дар, талант, ваш ярлык никогда не окажется снаружи. Но как только вы начнёте жить изнутри, проявятся ваши таланты, а это ваша цель, ради которой вы и были рождены по плану Господа, по судьбе, которую Он приготовил для вас. Может быть, у вас немного талантов, возможно, их совсем мало, но Бог даёт каждому человеку некий талант, некий дар. И когда вы начнёте жить той жизнью, которую приготовил для вас Бог, ваши таланты начнут проявляться. Все таланты и ваш дар Бог выносит на поверхность. Здесь и проявляется настоящий смысл жизни и её цель. Истинный смысл и цель нельзя достигнуть высокой зарплаты. Истинный смысл — заниматься тем, что тебе предназначено. Я призываю каждого из вас, если вы начнёте поиски Господа, Он приведёт к тому, для чего вы находитесь на этой земле. Есть кое-что ещё о человеке, который живёт изнутри. В случае с футболкой виден не только ярлык, но и тот, кто изготовил эту футболку. Имя становится заметно снаружи. Когда вы действительно живёте изнутри, другие люди видят всю эту информацию. Они видят ваши таланты и ваш дар. Но они также видят, кого нужно восхвалять. Если вы Томми Хелфигер, они знают об этом. Они знают, если вы Армани или Святой Иоанн или Владыка Божия Иегова. И это меня благословляет. Когда я начинаю жить снаружи, то и мой Создатель получает восхваление. Люди смотрят на вас и говорят, знаете, что талант и дар в жизни этих людей — заслуга Господа. Господь их Создатель. Вот кого они восхваляют. Не вас, не то, что вы сделали, а Бога, Который создал вас. Если вы живёте изнутри, то вы можете прочитать, что написано на ярлыке, и узнать, насколько это натурально. В случае с футболкой, сколько в ней процентов полиэстера? 80 или 60? Я знаю, что такое 60% христиане. Я знаю, что некоторые из них христиане только в церкви. Они молятся Богу только в церкви. Они приходят в церковь и ведут себя как христиане, но только внешне. И только тогда, когда вы уверены в чём-то на 100%, вот тогда вы начинаете жить изнутри. Здесь вам нужно ждать, когда вы начнёте думать о Господе. Он постоянно в наших мыслях. Вы уверены на 100%, когда начинаете жить изнутри. В этой футболке мы можем видеть кое-что ещё. Когда она вывернута наизнанку, мы видим швы. Швы — это самая уязвимая часть. В любой одежде швы — самая уязвимая часть. И если приложить достаточно усилий, то футболку можно разорвать по швам. Не знаю, видите ли вы это, но я вижу, что швы переплетаются, и через них проходит нитка, которая удерживает швы вместе. Когда вы живёте изнутри, люди видят, что вы проходите через всё то, что проходят люди, живущие без Бога. И они видят, что вы вот-вот разойдётесь по швам. Я видел много христиан, я видел много людей, которые разошлись по швам. Кажется, что Бога не существует. Кажется, что Бог не слышит мои молитвы. Кажется, я единственный, кто живёт ради Бога. Кажется, я единственный, кто живёт добродетельно, делает то, что говорит мне Бог. И когда вы начинаете расходиться по швам, самое замечательное, что несмотря на вашу слабость и уязвимость, что свойственно всем людям, соблазны прошли мимо вашей жизни. Когда они столкнулись с препятствием на своём пути, они увидели нить веры, которая помогает вам не разрываться пополам. Мне нравится в христианах то, что когда они проходят через испытания, Бог переворачивает нас, и люди видят, насколько они уязвимы. Они также видят ту нить веры, которая помогает им не распадаться на части. Они видят, что мы ходим в церковь и молимся Богу. Мы проходим через всё то, что и они. Но нас объединяет наша вера в Господа и Иисуса Христа. Кто из вас понимает, о чём я проповедую, вы можете прославить Бога, если верите в это. Я размышлял о Ветхозаветней Скинии и о святилище. Когда вы заходили внутрь святилища, в то место, в которое вы больше всего хотели попасть, было Святое Святых. В Святое Святых Скинии собрания был ковчег, в котором хранилась слава Божия. Спереди ковчег прикрывался занавесом. Там были и другие священные предметы. Но первый предмет, к которому нужно было подойти, прежде чем прикоснуться к славе Божией, был бронзовый алтарь. Именно у алтаря священник доставал острый нож, перерезал горло ягнёнку или другому животному. И именно здесь проливалась кровь этого животного. Затем происходило ещё более кровавое действие. Священник разрезал животное и вынимал все внутренности. Он бросал их в огонь, чтобы огонь поглотил их. Всё ужасное, неприятное, недостойное приносилось на алтарь. Всё бросалось в огонь, который это поглощал. Затем священник омывал руки в купеле, проходил мимо свечей, мимо кадильного жертвенника и уходил за этот занавес. И там была слава Божия. Заметьте, пока вы не раскроете всё недостойное и неподобающее, Бог не раскроет перед вами свою славу. Этого не произойдёт, пока вы не придёте на алтарь, и Бог фигурально не раскроет вас и не проникнет внутрь. Мы ведь не возражаем против прихода в церковь и против того, чтобы выглядеть как религиозные люди. Но мы не хотим, чтобы Бог видел что-либо за поверхностью и проникал в самые скрытые части нашей жизни. А это наши отношения, горечь, неспособность прощать, злость, пристрастие, скрытые привычки. Но когда Бог захочет раскрыть свою славу, Он должен вначале привести вас на то кровавое место. Там вы просто скажете, «Раскрой меня, Господи! Возьми из меня всё, что тебе не нравится! Брось это в огонь! Пусть Он всё поглотит!» У спортсменов-экстремалов есть выражение, «Кто не рискует, тот не получит награды». Нет риска — нет награды. Иногда мы не понимаем, почему Бог не благословляет нас, почему благословение Божие не наполняет мою жизнь, почему Бог не посылает свою помощь, предостережение и всё, что символизирует собой ковчег. И Бог говорит, «Нет риска! Ты не раскрываешь себя! Ты не честен! Ты не идёшь на уступки! А мне интересно, что внутри тебя! Я хочу знать, что ты чист в своих самых потаённых частях своей жизни!» Боже, я отказываюсь от своей скрытой жизни, от грязных разговоров, грязного языка, развращённой музыки. И знаете, почему, слава Божия, всё ещё не раскрыта? Вы не справились с грехом. Если вы не женаты, Библия говорит, то нельзя мужчине прикасаться к женщине. Уберите от неё свои руки. Прекратите трогать её. Вот о чём я проповедую. Мы просто хотим прийти в церковь и поверхностно покричать какие-то слова. Но эти слова не имеют никакого значения, если вы спите и живёте в грехе, и думаете, что Бог раскроет перед вами свою славу. Нет, вы должны позволить Ему вынести наружу все ваши потаённые желания и действия, всё, что так недостойно. Ваше тело — это храм Святого Духа. Грех связи или секса вне брака — это грех, отличный от любого другого греха. В Святом Писании говорится, что это не просто физический грех, но секс вне брака — это грех, совершаемый против своего тела. Ваше тело священно. Ваше тело — храм для Духа Святого. В Писании говорится, что ваше тело вам не принадлежит. Ваше тело — собственность Бога. Значит, вы должны благословлять Бога своим телом и душой. Это значит, что вы — собственность Бога. Ваше тело не принадлежит вам. Если вы мне говорите, что любите и уважаете меня, но все же после службы вы выходите на улицу, и я вижу, что вы царапаете ключом мою машину, вы проявляете неуважение к моей частной собственности, а значит, и ко мне. А Бог говорит, что ваше тело — его частная собственность. «Кока-кола». Кто из вас любит Кока-колу? В этой церкви никогда точно не ответишь на этот вопрос. Вы любите колу? Вы боитесь этой колы? А вы? А вам не страшно? Крэг, ты боишься этой колы? Осторожней, она может сейчас вас испугать. Ладно, я перефразирую свой вопрос. Сейчас вы боитесь этой колы? Упаковка та же самая, то же содержание, единственное различие в том, что ее встряхнули, ее растрясли. Дьявол не испугается лишь потому, что вы снова родились, но попробуйте потрясти баночкой колы перед Иисусом. Видите, дьявол не боится этих церквей, потому что они живут спокойно и никогда не позволяют таких встрясок перед Иисусом. Но как только вас растрясут, как эту баночку, осторожней, из вас что-то может вылиться. Однако, знаете, иногда нам нужны небольшие встряски. Церковь должна быть не просто местом, куда можно прийти с 11 до 12. Нам необходимы небольшие встряски. Мне кажется, что у нас в церкви много хиппи. Нет, это не люди с длинными волосами. Хиппи — это те, кто восхваляют его только одной частью тела. Вы хиппи. Благословляйте его вашими руками. Покажите, что ваше тело — живая жертва. Благословляйте всем телом с головы до ног. Взбодритесь немного. И все, что есть у вас внутри, выйдет наружу. Неважно, кто вы. Люди увидят, кто ваш Создатель. В Библии говорится о возмутителях мира. Если говорить о церкви, о новозаветней церкви, то они возмутили мир и пришли сюда. Единственный способ, чтобы церковь перевернула мир, церкви самой нужно вывернуться наизнанку. Но пока Иисус здесь с нами, я надеюсь, вы слышите, о чем я говорю. Церковь, я не хочу, чтобы вы приходили сюда и сидели так, словно делаете что-то настоящее, но не делая что-либо, чтобы испугать дьявола. Чтобы мир узнал, кто мы такие, внутри нас должно быть что-то настоящее. Но мы никогда не изменим мир, если не изменимся сами и не станем жить изнутри. Тот, кто в нас, гораздо более велик того, кто в мире. Если вам нечего стыдиться, поднимите руки и помолитесь Ему. Помолитесь Ему. Разве вы не хотите, чтобы Он очистил вас? Я думал об этом. Я сказал, «Боже, если это никому не принадлежит, пусть это будет для Джентезена Франклина. Чем больше я служу Ему, чем больше делаю для Господа, тем более я должен проверять себя, делаю ли я это для тщеславия или потому что во мне играют амбиции. Я просто хочу увидеть развитие и рост. Это заложено во мне, в моем ДНК. Если развития нет, это сведет меня с ума. Я должен проверить себя и сказать, «Господи, создай во мне чистое сердце. Я хочу на небеса. Я хочу стать сосудом, который Ты сможешь использовать. Я не хочу быть просто священником, который выходит и рассказывает, кто есть Иисус. Я хочу, чтобы что-то внутри меня соединяло меня с людьми, потому что разум говорит с разумом, а дух говорит с духом. Бог — это тот, кем ты являешься внутри». Прав был Самуил. Человек смотрит на внешность, а Бог смотрит внутрь каждого из нас и выносит наружу все самое прекрасное, чтобы наш Создатель мог получить благословение, благословение, честь и хвалу. Вы не могли бы подняться. Следующие 30 секунд, если вам удобно, поднимите руки к небесам и скажите, «Я приношу себя на алтарь, на это кровавое место. Я готов, чтобы Ты раскрыл меня и взял из меня все, что тебе не нравится, все, что не отражает тебя. Господи, все, что может обесчестить тебя. Скрытые грехи, тайные грехи, все, что препятствует славе Твоей, что-то может быть не просто черным или белым, а серым, если это мешает Твоей славе. Я хочу, чтобы и это уже умерло. Я готов отказаться от чего-то ради Твоей славы в моей жизни. Я знаю, что обычно в это время службы мы призываем потерянных людей, но сегодня мы немного изменим наш призыв к покаянию. Сегодня мы будем призывать страждущих, тех, кто изголодался духовно. Это призыв к людям, которые не хотят пройти еще одну церковную службу, но желают прийти на алтарь и сказать, «Господи, я здесь. Раскрой меня. Во мне все еще есть нечто скрытое, которое мешает мне стать таким, как Ты. Внутри меня так много всего, Господи. Когда я испытываю давление, я все это вижу. Я хочу, чтобы Ты раскрыл меня, взял все недостойное, бросил в огонь, очистил и благословил меня. Если я раскрою все недостойное Тебя, откроешь ли Ты передо мной свою славу в моей жизни? Кто-нибудь здесь жаждет большего? Кто-нибудь чувствует, что старый мир все еще не оторвался от Вас, и Вам снова нужно умереть на алтаре? Если да, просто встаньте со своих мест и почувствуйте это еще раз. Мне не важно, кто Вы и откуда. Это призыв к страждущим. Это призыв к тем, кто хочет жить изнутри. Поднимите руки, раскройте свое сердце Богу. Скажите, «Господи, создай во мне чистое сердце, правильный дух. Господи, очисти меня, благослови меня». Иногда нужно вставать со своих мест. Места, сделанные для грешников. Проходы, сделанные для святых. Просто скажите, «Господи, я здесь. Используй меня. Очисти меня. Скажи, кто я? Возношу ли я тебя из своего сердца, или это лишь на поверхности? Есть ли что-то внутри меня? Господи, что идет из сердца прославления Тебе? Потерял ли я веру? Потерял ли я связь с Тобой, Господи? Возврати меня. Верни меня к месту возрождения. Раскрой меня. Сыдай ему любой вопрос. Измени меня силою Своей, Духом Своим. Стань настоящим пред Господом. Раскройтесь перед Ним. Поднимите руки и скажите, «Господи, скажите это из самой глубины Своей души. Очисти меня. Благослови меня Своим святым огнем. Раскрой свою славу пред моей жизнью, Господи. Стряхни меня. Господи, пока не проявится во мне то, что есть внутри. Сделай это, чтобы я не хранил это в себе». Присоединяйтесь к нам в следующий раз, когда Джентезен Франклин продолжит серию своих проповедей во второй части «Жизнь изнутри». Эта программа была создана для вас, друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт gentazenfranklin.org